Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня в Центральном районном суде Барнаула рассматривают резонансное дело об издевательствах в элитном детском саду «Хэппи Бэби». Воспитатели обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие установило, что воспитатели частного детского сада на протяжении долгого времени избивали и запирали своих воспитанников в темном помещении и накрывали их с головой одеялом. От противоправных действий пострадало 15 детей от 2 до 6 лет. Сегодня в зале Центрального суда предстанут обвиняемые 4 воспитателя и заведующая. Подробности расскажем в ближайших выпусках. Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту незаконного наследования квартиры. Во вторник в эфире нашего телеканала вышел сюжет о скандале между риэлтором и соседями умершей бабушки. Причиной спора стала двухкомнатная квартира. За этой дверью жила 80-летняя женщина, которая по заверению завещанию оставила квартиру риэлтору Вере Лещенко. Соседи считают, что со старушкой обращались плохо и завещание она подписала под давлением. И якобы таким образом риэлтор унаследовала уже 5 квартир. Бывшая сиделка Ольга Сафонова намерена направить в прокуратуру и следственный комитет заявление, в котором предполагается, что в смерти пенсионерки виновна будущая владелица квартиры. К слову, на квартиру соседка не претендует. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Завод по утилизации медицинских отходов построят в Барнауле к концу следующего года. Предполагается, что он полностью закроет потребности региона. Построят его в рамках национального проекта. Стоимость объекта составит от 30 до 50 миллионов рублей. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попридухина, предприятие будет перерабатывать отходы 1-5 классов опасности. Владимир Попридухин пояснил, что пока все лечебные учреждения края имеют соглашение со специализированными организациями по уничтожению отходов, а там, где есть проблемы, вопрос пока решается через другие регионы. Новое предприятие позволит утилизировать медицинские отходы на территории Алтайского края. Изучайте и предлагайте исправления. На сайте администрации Барнаула объявили, генеральный план города выставят на общественное обсуждение. Сами документы генплана выложат на сайте администрации и начнут показывать горожанам в качестве экспозиции с 24 июня. Каждый сможет посмотреть выставленные документы, внести предложения и замечания. Проект генплана традиционно вызывает неоднозначные оценки. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию одно из мнений почетного архитектора России. Александр Деринг давно следит за градостроительными решениями и защищает историческую архитектуру и парковые зоны города. Он полностью за обсуждение генерального плана с бурнаульцами, только сомневается, смогут ли жители прочесть документы и карты, рассчитанные на специалистов. Генплана сам по себе это большая работа, большой документ, документ графический прежде всего. Но это я говорил об этом, это вообще технический документ, которым разбираться могут только, конечно, довольно узкие специалисты в этой области, эксперты. И таких людей в городе, ну, я не думаю, что их очень много. Я думаю, что их, наверное, может быть, несколько десятков, может быть, сотни человек. Я думаю, что это не такой широкий круг специалистов. Обычным людям, обычным горожанам, ну, едва ли генплан что-то такое расскажет. Потому что он написан таким языком. Должен быть, наверное, идти диалог между, собственно, для кого это разрабатывается, да, для жителей, и разработчиками, и администрацией. Поэтому это очень важно, соучастие людей, граждан. Но как это сделать? Сделать очень просто. Просто нужно перевести, собственно, этот сложный технологический, технический инструмент, этот документ в правильный, нормальный, доступный для простых людей формы. Очень просто. Что такое генплан, да, чтобы, в частности, можно сделать небольшую историю, да, как развивался Барнаул. Вот, и что мы получим в результате принятия вот этого генплана. То есть это должно быть очень просто, доступная инфография, как сейчас говорят, да, должна быть. Какие-то крупные цифры, какие-то картинки, иллюстрирующие, понятные, да, что, да, здесь у нас будут новые дороги, здесь у нас будет столько-то зелени, здесь у нас будут парки, здесь у нас будет историческая зона. Вот здесь мы планируем то-то, то-то. Вот тут город планирует затратить на это такие-то деньги, да, какие-то коммуникации новые. То есть нужно все очень просто, доступно показать. Создать такой документ и разместить его на какой-то там несколькостраничный лендинг, да, в интернете, совершенно простая и несложная задача. Просто нужно сделать выборку, да, основных, главных моментов и выложить. Все, и все прекрасно будет. И тогда будет как раз и вопрос-то будет меньше, вот, и подозрений каких-то будет меньше, да, каких-то, может быть, даже уйдут какие-то, какая-то критика, потому что, в принципе, все будет понятно. 80 подростков сегодня отжимались, бегали и подтягивались. Школьники из городов и районов Алтайского края сдавали сегодня нормы ГТО в Барнауле. Их задачей было пройти 8 испытаний Всероссийского комплекса. Кроме отжимания, подтягивания и бега, подростки стреляли из электронного оружия, плавали, метали мяч, прыгали с места и проверяли гибкость. Всего приехало 8 команд, в каждой выберут лучшего спортсмена. Осенью они отправятся в Артек на финал Всероссийского фестиваля ГТО. Победители определены. Напомним, неделю назад парк развлечений Орликина и редакция Толка в наших группах ВКонтакте и Инстаграм объявили розыгрыш. Подарочные сертификаты на любые аттракционы от парка Орликина получают два счастливчика. Редакция нашего телеканала свяжется с ними в ближайшее время, а мы объявляем о старте следующего розыгрыша. Условия прежние. Вступайте в группу Толка ВКонтакте, сделайте репост записи о розыгрыше себе на страничку и закрепите на стене до окончания конкурса. Или подписывайтесь на наш Инстаграм и отмечайте двух друзей в комментариях. Розыгрыш продлится до 26 июня. Сегодня самый длинный день в году и самая короткая ночь. Со дня летнего солнцестояния начнется астрономическое лето. Высота подъема дневного светила на небосклоне станет самой большой за 12 месяцев. Славяне посвящали этому дню главный праздник лета – День Ивана Купала. По новому стилю праздник отмечают 7 июля. Люди верили, что дожди и холод в день летнего солнцестояния предвещают не урожай, а ребенок, рожденный на свет в этот день, считался везунчиком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова